Ассаляму алейкум и рахматуллахи и баракату. Мы продолжаем с вами изучение всех тонкостей правильного чтения суры Аль-Фатиха. И с вами я, Умм Малик, Муджаза по десяти малым кратам Корана. В современном мире особые технологии, у них особые правила, и поэтому прошу вас поддержать проект. Если вам интересно и важно изучение Корана и всего, что с ним связано, подпишитесь, ставьте лайк и делитесь с другими искателями знаний. Смотрите все видео до конца, жмите на колокольчик под видео, чтобы видеть первыми все новые видео на канале. А мы продолжаем. Мы затронем несколько тем. Первое это нумерация аятов и цифры. Наверное, вы уже увидели, что нумерация аятов в Коране особая. Во-первых, номер аята пишется не в начале, а в конце. То есть вот мы с вами уже прошли первый аят, разобрали каждое слово и выяснили, что номер находится только в конце аята. Поэтому имейте в виду, что когда, например, вам говорят, читайте с аята второго, то часто делают ошибку и начинают читать с третьего, так как мы привыкли сначала номер, потом аят. Здесь же нет. Сначала аят, затем номер. Поэтому вот это такая особенность, на которую следует обратить внимание. Второе это то, что сами цифры, которые используются, они отличаются от тех цифр, которые мы привыкли с вами использовать. И поэтому по мере того, как приходят цифры, изучайте и наблюдайте, как они изменяются. И учтите цифры, потому что в Куране и страницы, и аяты, и нумерация сур тоже используется вот такая нумерация. Отдельная тема про цифры, какие они, откуда их происхождение, можно говорить, но это не тема нашего урока. Просто обратите внимание на вот такую особенность. Мы видим первый и второй аят, который мы сегодня будем уже начинать разбирать. Тоже видим второй аят и номер два. А как он пишется, посмотрите, два. То есть такое особое написание. То есть начинается писаться отсюда. И раз, два. И немножко под таким косым углом. То есть похоже немножко на то, как мы начинали бы писать, возможно, двойку и только в другую сторону. Или как семёрка, только без вот этой палочки перекрёстной. Также хотела обратить ваше внимание на то, что в некоторых мусхафах вы увидите, что нумерация аятов, она не с басмли, с того, как мы с вами разобрали, а отличается. Пример перед вами, что басмля идёт отдельно. А нумерация первого аята начинается с вот аята, который мы с вами начинаем изучать, то есть второго. То есть здесь мы видим, что это первый аят. А здесь после басмли стоит, то есть первый аят. Это зависит от того, какой граат или льоят приходит. И сами слова, они не изменяются. То есть есть там особенности прочтения. Это отдельная большая тема. Но нумерация вот так может отличаться. Но, тем не менее, мы знаем, что сура аль-фатиха имеет семь аятов. И когда басмля выносится отдельно, то в этом случае у нас первый аят, который второй, и всё так же. Но последний аят, который вот здесь мы видим, как один аят, в этом случае он будет делиться на два. И таким образом тут также семь аятов остаётся. Просто другое деление. Это имейте в виду. И переходим к первому слову второго аята. Давайте вернёмся к второму аяту. То есть это у нас второй аят. И первое слово в этом аяте у нас Аль-Хамду. Конечно, это так будет читаться при начинании, если мы продолжаем. Все особенности сейчас разберём. Во-первых, у нас, как уже и раньше в некоторых словах, мы видим, первая буква — это Гамзит-Лёссль. И если до этого, например, в слове Аруахман или Аруахим, как бы предположительно, что если мы с него начнём, мы говорили о том, что мы начинаем с Фатхи, то здесь, если мы начинаем сначала аята, то как бы мы с него и начинаем. То есть мы начнём здесь с Фатхи. В случае начинания, мы здесь так обычно и начинаем, начинаем с А. То есть Гамзит-Лёссль читается с Фатхой, хотя Фатхи здесь сверху нету. А. А. Обратите внимание на то, как мы произносим эту Фатху. Мы не говорим Э, мы не говорим О, не твёрдо, не склоняя её к Э или к Е или нечто подобное. Инша Аллах, на моём канале вы можете найти серию практических упражнений для того, чтобы отрабатывать определённые звуки с подсказкой особенностей произношения. Поэтому вы увидите сейчас подсказку, да, как перейти на эти уроки и как тренироваться. Я вам советую, несмотря на всю простоту и, казалось бы, такую рутинную работу произношения определённых звуков, но так как они связаны с нашим непосредственно чтением, которое мы изучаем, то я вам предлагаю параллельно просматривать и повторять эти уроки и вот уже такие более теоретические моменты и с практическими на наших уроках. Поэтому советую вам перейти по ссылке после того, как вы просмотрите урок и многократно повторить за мной, обращая внимание на подсказки. Итак, при начинании «Хамзатальвасаль» мы скажем «А». Следующая буква. Переходим к следующей букве. Это буква «Лям». «Лям» у нас мягкая. «Аль». 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 Здесь суккун. Этот суккун у нас лёгкий или свободный его называют, пустой суккун в виде головки от буквы «Ха». Так как у нас «Ас-суккун» «Аль-Хафиф» или «Аль-Хали». Буква первая «Ха». Ну, точки не используется. И здесь вот головка от этого суккуна или от этой буквы «Ха» имеет вернее форма суккуна имеет вот такую форму буквы «Ха». Что он нам подсказывает? Он говорит о том, что букву мы читаем над которой такой суккун чётко, ясно согласно её Махра Джусефатам без каких-то особых премудростей, без особых правил. То есть всё чётко, ясно, никаких специфических правил, кроме как того, что знать, как эта буква произносится правильно, здесь не нужно. Поэтому мы видим этот суккун и говорим «Аль». Вспоминайте, что когда у нас приходил такое же сочетание «Хамзаталиосль» и потом, например, «Ля», и там был суккун-невидимка, и тогда мы её не читали. Здесь же суккун уже такой, и мы его читаем. На следующем уроке более подробно про это правило весь урок посвящу этому правилу «Униша Аллах». Итак, мы читаем «Аль». «Аль». Обращаю ваше внимание, что «Харф-Илля» — это наиболее часто встречающийся харф в Коране. И, к сожалению, из-за того, что часто на нём делают ошибки, очень у новичков страдает чтение как правило вот именно из-за этой буквы, потому что так как часто делают ошибки, и эта буква часто приходит, поэтому выходит много этих ошибок. Если вы исправите эту букву, правильно её будете произносить, инша Аллах, у вас сразу большой процент ошибок исчезнет. Итак, мы говорим «Аль». Не нужно говорить, например, «Аль», «Аль» язык как-то заворачивать или не давать звуку пройти, да, мы плавно «Аль», легонько нажимая на место артикуляции этой буквы. Плюс даём звуку быть услышанным, при этом не перетягивая «Аль», «Аль», «Аль». Не надо говорить «Але», «Але», быстро, это неверно, «Аль», и когда вы отрываете уже язык, звука никакого не должно быть. К сожалению, иногда говорят так, «Аль», то есть протягивают вроде бы время и дают, но в конце всё равно такой лишний призвук какой-то. Этого не нужно делать, это частые ошибки, которые сразу нужно избежать, иншалла как бы предостерегать них. Итак, «Аль», «Аль». Хорошо, и переходим к следующей букве, это буква «Ха». Буква «Ха» у нас пришла с фатхой, напоминая, что как мы читаем фатху, мы не говорим «Хе», не говорим «Хе», и саму букву, конечно, нужно сказать правильно, это сергина горла, не нужно говорить «Ха» или «Ха», или как-то по-другому, да, это буква «Ха», «Ха», «Ах», «Ха», «Ху», «Хи», «Иншаллах», в скором времени мы дойдем до этой буквы в упражнениях, и вы тоже ее потренируете, поэтому следите за практической частью, за упражнениями, которые будут выходить постепенно. Итак, мы уже взяли букву «Ха» с фатхой и «Аль-Ха», «Аль-Ха», и внимательно, обратите внимание на букву «Лям», с укуном, как я говорю, и «Ха», то есть мы не тянем «Ха», «Аль-Ха», нет, «Ха», короткая буква, «Ха», «Ха», при этом мне тоже не нужно ее сильно сокращать и говорить «Ха», «Ха», то есть мы даем ей время спокойно завершить, ну и не перетяем, как, например, иногда «Аль-Ха», нет, это уже перетягивание, «Аль-Ха», «Аль-Ха», читаем, иншалла, правильно. И далее у нас приходит нам знакомая уже буква «Ним», до этого она у нас приходила при остановке в слове в конце предыдущего аята, «Арахим», да, у нас было, мы про нее уже говорили, и было в слове «Бисми», да, там «Бисми» у нас «Касарой», но в случае бы остановки правила, когда мы брали тоже мы останавливались бы на «Мим». И здесь тоже важно, что «Мим» как или плавно мы останавливаемся на ней или произносим в данном случае у нас не остановка, и обратите внимание, у нас опять над буквой МИМ, что пришёл СУКУН, как и над буквой ЛЯМ, что говорит о том, что мы должны эту букву читать согласно её Махарджу Исифатам, и ничего какого-то особенного, специфического звучания не должно быть здесь. То есть этот СУКУН идёт как подсказка. Опять же, не следует её прерывать. Например, АЛЬХАММИ. Частая ошибка нет. Или АЛЬХАММИ. В принципе, то же самое, что и СЛЯМ. Здесь делать не нужно. Всё плавно и красиво. АЛЬХАМММ. Мы заканчиваем легонько прижимая две губы, потому что Махардж, буква МИМ, это губная буква, да, губы, две губы, при этом легонько, не нужно АЛЬХАМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ у нас звук как бы перенаправляется в носовую полость и выходит на залезацию. Такой звук «Аль-Хам». Уже губы закрыты, но при этом звук еще протекает, то есть потому что он перенаправляется в носовую полость. Поэтому это внимательно. Иногда она у некоторых немая получается «Аль-Хам». И не слышно ее, потому что нету этой залезации. И далее у нас идет «ДАЛЬ». Когда мы произносим «ДАЛЬ», очень важно, что она у нас, это не вариант русской «Д», которая иногда оглушается. «ДЫ-Ты» получается, например. Мы скажем, там, ну, например, «Шоколад». Не говорим «Шоколады». Ну, то есть это будет как-то чрезмерно казаться в русском. В арабском же языке, имеется в виду в кораническом варианте, да? Да, там, в какой-то разговорном это вполне может быть где-то оглушением. В зависимости от какого-то диалекта, да, или особенностей произношения. В кораническом языке у нас особые правила, неизменяемые от того, как дошло от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, да? Соответственно, они остаются вот как пришли. И мы не говорим «ДУ-ДУ», да, то есть не оглушаем. «ДУ», если мы произносим это, будто с «БАММой» или с «СУКУНом». Если бы мы остановились на этом слове, то мы должны ее произнести с «СУКУНом». Да, условно тоже с «СУКУНом», как сейчас мы видим на «ДМИ» и на «ЛЯМ», такой же «СУКУН». Но буква «ДАЛЬ», она буква, которая при остановке имеет такую цифру, как «КАЛЬКАЛЯ» и произносится четко, ясно и как бы так мгновенно, при этом не оглушая. При этом, если бы мы здесь остановились, вот так, да, обратите внимание, не следует сокращать, например, предыдущую букву, да, например, так. То есть это будет быстро. Нужно, чтобы «МИМ» все равно оставалось в рамках своего звучания, и только после того, как мы завершим, переходим к «ДАЛЬ», которая читается вот эта «РЕЗКО». В этом случае резкость как раз подходит, но важно, чтобы при произношении этой буквы на «СУКУНе» у нас не было какого-то дополнительного гласного звука, например, «АЛХАМДУ» или «ДА», или «ДЫ», да, то есть «ДЫ», «ДЫ», без какого-то гласного звука или призвука. «АЛХАМДУ» – это если бы мы здесь остановились и поставили «СУКУН». Помним, у нас основное правило остановки – это «СУКУН», но здесь при продолжении у нас «ДАММА», поэтому мы эту «ДАММУ» произносим, что «ДУ», «ДУ». Опять же, внимательно не оглушаем, ничего подобного не делаем. И вытягиваем губы. «ДУ», «АЛХАМДУ», «АЛХАМДУ». Итак, вы тренируетесь. Итак, мы с вами завершили наш урок. Баракаллаху хейкум. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ас-саляма. Продолжение следует...